Из года в год здесь поднимаются вопросы важные и актуальные. Темы нравственности, сохранения истинных ценностей, воспитания, духовности, патриотизма, рождественские чтения, церковный и общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Московские областные рождественские образовательные чтения вот уже более 20 лет проходят в регионе. Так, 21-й форум открылся и в нашем городском округе, в конференц-зале Троицкого собора. В период атеистического гонения, когда наша культура особо пострадала, а мы живем в настоящем времени, когда это все созидается. Приятно, что у нас сегодня участвуют те, кто доносит до ребят и основы православной культуры, и наше краеведение подмосковное. Помоги Господи всем нам. Православие всегда было зерном, основой, ядром российской культуры. И оно влияло не только на российскую культуру, но и на многонациональные культуры, которые объединяет наша Российская Федерация, наша Россия. Православие и отечественная культура, потери и приобретение минувшего, образ будущего. Так звучит тема чтения этого года, которая говорит сама за себя. В своих докладах педагоги образовательных учреждений округа и священники раскрыли ее актуальность. История кино, изобразительного искусства и православия, православные мотивы народных и авторских сказок, общенародное богослужебное пение в русской православной церкви как фактор православного народа. На сегодняшний день единство нашего народа важно как никогда. В связи с известными всем событиями и в нашей стране, и в мире в целом, пение – это явление человеческой деятельности, благодаря которому люди разных возрастов, мужчины и женщины, богатые и бедные, словом, весь человеческий род сливается в одну музыкальную гармонию и в одну мелодию. Мероприятия в рамках рождественских чтений, конференции, выставки, встречи, концерты и многие другие будут проходить в образовательных учреждениях округа до 14 декабря. Анна Балиет, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.